Патриарх Кирилл Гундяев порадовал нас очередной скандальной кадровой перестановкой. Запрещен в служении и снят с должности настоятеля широко известный в узких кругах священник Алексей Уминский, якобы духовник известных олигархов и политзаключенных, и на его место поставлен небезызвестный священник Андрей Ткачев. Заявлено, что Уминский обвинен в антивоенной пропаганде, которую высказал в интервью иностранному журналисту. Мы нашли в интернете и это интервью, и другие высказывания Уминского, и считаем, что нет там никакой пропаганды. Там только типичная для священника из русской православной церкви демагогия, ни о чем конкретном. Придрались к философским размышлениям, что делать, если не согласен с официальной политикой церкви по вопросам мира и войны. Да и то не сразу, а через два месяца. Если есть в Магнитокорске храм, где, может быть, есть такие священники, которые стараются не очень сильно, как бы сказать, военный дух на литургии укреплять, и которые, в общем, со своей собственной позиции больше всё-таки молятся о мире, нежели о победе, и понимают, что любая победа – это всегда первопобедование. Это вообще не пропаганда чего-либо, а уход от прямого ответа, забалтывание неудобной темы. Обычно такой скрипт священники включают, например, чтобы заболтать вопрос, как выбрать храм, как выбрать духовника и как создать счастливую семью. Пропаганда, она всегда конкретная. Например, если бы Уминский призвал бы переходить из подчинения московского патриарха к константинопольскому, чтобы в России было, как в Украине, две конкурирующих церкви – УПЦ московского патриархата и ПЦУ константинопольского патриархата. Тогда его бы запретили тут же, на следующий день. Как священников Романа Степанова за предложение проверять всех священников на уплату налогов и священника Сергия Романова за то, что публично проклял патриарха Кирилла за закрытие храмов во время пандемии известного вируса. Я подозреваю, что на демагоге Уминского всем было глубоко пофиг, пока не потребовалось к празднику Рождества срочно освободить мягкий пуфик для важной. Персоны? В смысле освободить хорошую должность, чтобы назначить на нее того, кого патриарх решил наградить повышением по службе. Лично мое мнение таково, что церковным бюрократам дали задание срочно набрать компроматов на кого-нибудь, чтобы освободить нужную вакансию для нужного человека. На месте Уминского мог бы оказаться любой священник, в том числе и Андрей Ткачев, который занял место Уминского. При желании и Ткачева можно обвинить в разжигании и межнациональной, и межэтнической, и межрелигиозной ненависти. Европа это вампир человечества, а не расисты и фашисты по определению. Священник Андрей Ткачев имеет широкую медийную известность, выгоден для политики РПЦ как этнический украинец, который занимает активную пророссийскую позицию в конфликте России и Украины. Но самое главное, Ткачев давно служит на относительно невысокой должности и заслуживает повышения по службе, если даже не за духовность и политику, то за выслугу лет. В общем, не похож священник Алексей Уминский на идейного борца с системой, пострадавшего за какие-то политические убеждения. А похож он на интеллигентного стоячка со странностями, который отдал лучшие годы своей жизни служению сложной иерархической системе по имени Церковь, которую он любил и в которую он верил. А система его использовала и вытянула как отработанный материал, когда понадобилось место для молодого и амбициозного служителя этой системы. Это не потому, что церковь плохая, просто такова жизнь. Ага! Дули вам всем! А мне пофиг. Я прошу, я прошу, я прошу, ты шо? Ты шо розы?